История с зигующим носителем на своем теле свастик и нацистских всевозможных символов продолжается. Украинская делегация додумалась привезти фотографии человека со свастиками. И эти свастики сейчас выставлены в Европарламенте. Ну, вернее, их уже аккуратненько спрятали и сделали вид, что ничего не было. Но кое-что-то было. И поэтому телеканал 1плюс1 выступил с заявлением. Заявление 1плюс1 о ситуации вокруг участника фото-выставки ПРМОЖСИ, представленной в Европарламенте. Мы убеждены, что материалы, которые появились в прессе и благосфере, являются нечем иным, как информационными фабрикациями и попытками сорвать выставку. Посмотрите, вот это вот фабрикация. Не верь глазам своим. Это просто фабрикация. Не верь, не верь глазам своим. Это информационная фабрикация. Причем я сфабриковал даже эфир канала 1плюс1. Вот это вот фабрикация. Не верь глазам своим. Это не то, что ты думаешь. Нет. И это, конечно же, тоже фабрикация. Вот интересно. Такие прокремлевские манипуляции являются неприемлемыми в цивилизованном мире. Ну и сам вот Владимир комментирует. Я никогда не был фашистом или нацистом. Только человеком, который ставит любовь к своей стране. Тра-та-та. Все мои тату или посты в социальных сетях. Откровенный троллинг боевиков, которые регулярно называют нас то фашистами, то бандеровцами. Мы обращаемся к коллегам-журналистам и просим не поддаваться на такие информационные манипуляции. Точка. Первое. По поводу прокремлевские. Это же вы его собрали в путь-дорожку. Это же вы его сфотографировали с этими свастиками. Вы выставили эти свастики. Нацистские свастики. Не какие-то там древние руны. Нацистские свастики. Гитлеровские свастики. Вы их поставили в Европарламенте. И вы теперь говорите про какие-то прокремлевские манипуляции. Я живу в Евросоюзе, равно как и журналисты, которые сейчас в Европарламенте пытаются от вас добиться вразумительных объяснений. Что это значит? Что вы делаете? Причем тут прокремлевские, а? Второй нюанс. Вот этот вот житомирский арий, который публикует у себя в соцсетях фотографии Гитлера, сбрасывает руку в нацистском приветствии, исколол свое тело нацистскими символами, публикует фотографии баллонов, газа, которым травили людей в концлагерях. Если ты такой убежденный наци, то почему же ты включаешь заднюю? Что вдруг с тобой случилось? Я никогда не являлся нацистом. Да все понимают, что ты нацист. Почему ты так трусливо даешь заднюю? Житомирский ариец. Ну и третий аспект, самый-самый крутой. Это самое крутое, что я слышал в своей жизни. Оказывается, человек наколки на своем теле делает для того, чтобы потроллить ненавистных боевиков. Более нелепого, нелепейшего объяснения я не слышал никогда в своей жизни. Я думаю, что канал 1плюс1 расскажет ту же самую историю и европарламентариям, или же европейским журналистам. Они просто скажут, что человек исколол тело свастиками для того, чтобы потроллить ненавистную вату. Ну и последнее. Зачем вы вообще поехали в Европарламент? Вот это вот мне сбросили общение с нашим героем. Ты сейчас знаменитость, но он пишет, шатал Европу. Если ты такой крутой мэн, шатал Европу, то какого же черта ты в Европу едешь? Зачем вы лезете в Европу со своими фотовыставками, если вы ее шатали и терпеть ее не можете? Если вы ее презираете, мою любимую Европу? Шатал Европу? Шатал Европу? Сиди дома в Житомире. На этом все. Я жду следующих объяснений телеканала 1плюс1. И они бы вообще ничего не объясняли, если бы не находились в Европе. Где за такие действия все-таки надо нести какую-то ответственность. Но троллинг свастиками наколотыми на собственном теле? Жгите еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!